Здравствуйте! Сегодня мы посетим 5 семей, самые-самые, которые нуждаются в помощи. Я обслуживаю территорию Кугаевского сельского округа и Костровского сельского округа. Данные семьи, которые мы проверяем, они входят в территорию моего обслуживания. Имеется 20 неблагополучных семей, которые состоят на профилактическом учете, с которыми ведется работа. Но семьи, которые мы посещали, они являются не только неблагополучными, они и многодетные. Семьи выбирались из той категории, где воспитываются детки одними мамами. Мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей, хоть немножко и запоздало, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Хотелось бы сказать, что День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, но и как напоминание обществу, что нужно защищать права детей, их интересы, чтобы дети в дальнейшем росли счастливыми, имели возможность обучаться и в дальнейшем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. А что вам в следующий раз привезти вкусного? Машенька, что ты больше всего любишь? Конфетки? Конфетки. Ну конфетки, нет у нас конфетки. Конфетки, смотри у нас какие красивые конфетки. Держи. Вот какие конфетки. Держи. Смотри, не урали. Держи. Спасибо. В принципе, эта инициатива была со стороны полиции. У них это принято было. Я еще в прошлом году приняла для себя такое решение, что мы возьмем под опеку, как истринское райбо, эти семьи. А в этом году губернатор Воробьев Андрей Юрьевич принял программу по поддержке многодетных, малообеспеченных семей. Эта программа стартовала добровольное участие в этой программе, поэтому система потребкооперации Московской области вступила в эту программу. И у нас 43 района, 43 потребительских общества в области, и каждое потребительское общество под свою опеку берет от 5 до 7 семей. Сегодня, вот мы уже, начиная в этом году, ежемесячно будем посещать такие семьи. А в какую цену примерно выходят эти два пакета, которые мы сегодня... Ну, это где-то около 4 тысяч рублей. Да, но это мы стартуем, вы сами понимаете, потому что мы сейчас набрали вот самые-самые необходимости. Это овощи, фрукты, как вы видели, сладости, печенье, конфеты, сушки, пряники, ну и все остальное. Естественно, молоко, крупы. Это единственное, конечно, мясо, мясные продукты, немножко все-таки жара такая стоит в машинах, холодильника нет, мы немножко опасаемся. Но в дальнейшем, я думаю, в зимний период времени проблем с этим не будет. Конечно, вот этот набор продовольственный и все остальное конкретно будет согласовываться с каждой мамочкой, и уже будем подбирать. Конечно, это может и не 4, может и 6 тысяч на семью. Ну, что сделать? Делиться надо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok